Реабилитация Реабилитация К счастью, нашей съемочной группе удалось отыскать редкого специалиста 22-летняя Екатерина Иконникова, практикующая реабилитолог с соответствующим высшим образованием И несмотря на свой достаточно юный возраст, девушка уже имела опыт работы в государственных и частных клиниках Катя, ну расскажите, кто такой реабилитолог и почему их так мало в нашем регионе или я, возможно, ошибаюсь? Реабилитолог – это специалист, который восстанавливает двигательные навыки пациентов после перенесенных травм Но, к сожалению, в России эта профессия, наверное, еще не так развита, а уж тем более в регионах Наша задача, как реабилитологов, это, соответственно, повысить качество жизни любого пациента после перенесенного заболевания Задача наших коллег-врачей – просто спасти жизнь человека, обеспечить его существование После диагностики тщательной я уже выверяю, смотрю, какие у них заболевания, конкретно смотрю нарушения После чего индивидуально подбирается программа, я ее прописываю и мы занимаемся Реабилитологов профилированных очень мало Несмотря на то, что выпускается достаточно небольшое количество выпускников, по профессии идет работа не более 10% Второй момент – это то, что низкие заработные платы То есть наши ставки, они, к сожалению, оставляют желать лучшего Ну, будем говорить откровенно, это прожиточный минимум, даже коммунальные услуги, вот буквально буханка хлеба Все, что мы можем себе позволить Многие уходят в частную медицину, многие уходят, к сожалению, в фитнес-тренеры Процесс реабилитации, со слов Кати, может занять несколько недель, а может длиться годами У ее практики был подобный случай Пожалуй, один из самых тяжелых, длительных и не поддающихся законам физики Год и три месяца Екатерина вновь учила ходить и сидеть парня, который серьезно пострадал после автокатастрофы На тот момент ему было чуть больше 20 лет С Александром все получилось гораздо сложнее, чем с обычными пациентами в отделении Так как после перенесенных множественных травм, психологически, естественно, человек тоже был сломлен И восстанавливаться самому ему не хотелось Его нашла, для него подобрала, значит, специалист и его мама И она уже связалась со мной и попросила приехать Когда мы начали работать, в процессе работы Александр сначала он, ну, скажем так, проявлял себя очень так апатично В процессе работы уже, когда он увидел первые результаты То есть когда уже у нас чуть-чуть пошевелились кончики пальцев, ног Когда он увидел то, что процесс идет и возможно, что он вернется к нормальной жизнедеятельности У него был больше энтузиазма, естественно, мы стали более усиленно работать Александр согласился дать нам интервью, правда, в статусе инкогнито, не раскрывая истинного лица и голоса Парень признался, что в последний раз откровенничает о событиях того времени Молодой человек уже перевернул страницу и начал жизнь с чистого листа Я вообще сам по себе всю жизнь занимался спортом, активное образование всегда вел, здоровый образ жизни Поехал, сам лезть родом из Самары, решил себе много навестить, сделать ей сюрприз Вот ехал по дороге, за рулем, естественно, очень сильно торопился Дорогу лоскользкую, ну, как обычно бывает, выехал навстречу и потерял сознание, ничего не осталось То есть в итоге сломал обе ноги, пером шейки, бедра у меня было Проходили к разным, то есть врачам, разводили руками, говорят, что шанс реабилитации очень мало или вообще его нет То есть спустя время потерял веру, что вообще смогу встать на ноги, смогу ходить Какой-то знакомый посоветовал маме Екатерину То есть она пришла, естественно, встретил ее недружелюбно, потому что у меня уже и мысли о суинциде были То есть никогда не подумал, что смогу вообще встать на ноги, а тем более к спорту вернуться Можно вернуться в тот момент, когда вы пошевелили, я не знаю, пальцем, встали, сели То есть что вы тогда испытывали, что вот, какие эмоции у вас были? Ну, это как заново, наверное, родиться То есть эти эмоции не передать, такому никому не посоветуешь никогда пережить Потому что это очень сложно и хорошо, что у нас семья, которая поддерживается Когда у него были первые шаги или какие-то, даже не первые шаги, когда были первые движения Когда у нас мы добились того, что мы там стояли на коленях, и он самостоятельно сидел Ну, мы плакали оба, и это непередаваемое чувство И в эти моменты, когда вот именно ты видишь плоды своей работы Хотя ты такие маленькие, еще такие незначительные Ну, это просто не описать Это, наверное, и нас дальше двигает и заставляет самосовершенствоваться, развиваться и работать в этой сфере Спустя год я уже передвигался на ногах То есть, вот уже прошло два года после реабилитации То есть, к спортивным нагрузкам я возвращаюсь потихоньку, очень поэтапно Но я уже могу функционировать, нормально ходить, двигаться полностью Реабилитолог и врач все это время продолжают поддерживать связь, правда, в виртуальном режиме Встретиться вживую удалось во время съемки передачи Им было, что сказать друг другу Реабилитолог и врачи